Добрый день всем! Поставьте плюсики, как меня видно, слышно? Ага, отлично! Рада вас всех приветствовать! Спасибо, что пришли! Нас сегодня почему-то не очень много, наверное, пятница, солнышко вытащило всех на улицу, да, все решили погреться после долгой зимней спячки, но не все, да, многие пришли сегодня сюда послушать нашего нового менеджера, это прекрасный уровень, прекрасный старт, уровень 9%, это очаровательная девушка из города Саратов, она юная, она живая такая, знаете, энергичная, очень позитивная, и я хочу, ребят, предложить вам сегодня быть активными и задавать вопросы, потому что сейчас перед вами выступит Виктория Белая, встречайте бурными аплодисментами, узнайте, да, как, как всего за два каталога Вика вышла на 9%, кому нужно, да, задавайте вопросы, и, кстати, классный вопрос, спросите, а что делали спонсоры, да, как они ее расшевелили? Будьте активны, Вика, вперед! А мы аплодируем! Привет всем! Поставьте плюсики, меня слышно? Отлично, смотрите, да. У меня долг Виктория Белая, я сейчас менеджер 9%, живу в городе Саратов, замужем, воспитываю, видно на фотографиях, был замечательный дочек. Сейчас нахожусь в декрете. Проект я пришла достаточно давно, уже, наверное, где-то годы-два прошло. Я активно включилась в работу сразу, но у меня было, кстати, очень много регистраций, порядка 30, наверное, в каталог, но вы можете себе представить, что все эти регистрации абсолютно все были пустыми, вот, люди боялись делать заказы, сразу же многие после регистрации просто сливались на связь, не выходили со мной. То есть команда была большая, но толку от этой команды у меня не было абсолютно никакого. Вот, и спустя где-то полгода вот такой непонятной работы, пустой, я просто расстроилась, опустила руки и решила, что это все не для меня. Потому что, ну, вот у других получается, да, люди делают заказы, а у меня вот, ну, абсолютно никакой связи с командой нет, никто не отзывается. Думаю, все, не буду я этим заниматься. Но при этом я не вышла из линейного чата, потому что там всегда очень полезная информация, много рассказывают о акциях там и так далее. Вот, и как бы по закрытию каждого каталога я всегда видела, сколько в чате поздравлялок, сколько... да, я бывала на семинарах, но не очень, скажу, ответственно относилась к этому, поэтому, как бы, так, знаешь, абсолютно человек, что заходила. Вот. А тут я видела, сколько в чате поздравлялок, сколько людей выходит на новые уровни, и как у них это все получается, как все там радуются, да. И у меня все чаще начинала посещать мысль, а чем я хуже, почему вдруг у них получается, если они пришли позже, меня даже, а у меня вдруг ничего не получится. Такого просто быть не может. И я решила потихонечку возвращаться в боту, установила друг вокруг, стала делать рассылки, но так, от случая к случаю. И тут мне звонит Ольга Мальцева, говорит, ты возвращаешься? Я говорю, да, возвращаюсь. Она, ну рассказывай, как ты работаешь, что ты делаешь, сколько? Я ей говорю, ой, ну вот вдруг вокруг я работаю, сегодня могу там 50 сделать рассылок, завтра 150, послезавтра могу вообще не сделать. Она мне говорит, нет, так дело не пойдет. Хочешь работать, хочешь расти, будь, да, согласна мама, хочешь расти, будь настойчивой, сделай себе план зеленый, и этому плану следуй ежедневно. Она мне это все объяснила, она мне дала вот этот самый волшебный пендель, благодаря которому, наверное, я действительно стала, именно вот с этого момента действительно вернулась в проект, начала уже более осознанно, осмысленно подходить к работе, более серьезно все это воспринимать. И я установила себе план, и уже с этого дня я этому плану следую как бы безоговорочно. Не лягу, но план добью. И как итог, вот за два каталога вышла на уровень менеджера 9%, и в этом каталоге планирую уровень подтвердить, получить премию обязательно. И, конечно же, взяла курс на конференцию в Сочи. Появились какие-то желания, амбиции, появилось стремление. По поводу того, как я сейчас работаю, вы, кстати, задавайте вопросы, и я буду потихоньку отвечать на них, потому что чат с опозданием идет. Я сейчас работаю вдруг вокруг. В минимальный план у меня установлен 300 рассылок ежедневно. И это обязательное условие. Рассылку я стараюсь делить. То есть одним разом я ее не делаю. Делю на несколько этапов, там, или два, утром, вечером, либо, может быть, там, понемножку утром в обед, вечером. Вот. Вообще стараюсь делать от 500 штук. Плюс я ежедневно работаю с командой, постоянно поддерживаю связь с новичками. Регистрации, честно говоря, стабильности пока у меня еще по регистрациям нет. Но мы, по крайней мере, уже у меня стали новички тоже рекрутировать. В каталог у меня личных пока выходит, там, наверное, около 10-12. Маловато. Я стараюсь, конечно, эти показатели улучшить. Вот. Что еще добавить? На что обратить внимание при работе вдруг вокруг? Это на то, что я не зацикливаюсь на одной области. Я постоянно выбираю разные области. Если я чувствую, что мало откликов у меня идет, то я, конечно, перехожу просто в другую. Я не трачу время впустую. Если мне люди не отвечают, я просто иду в другое место и жду, что... Ну, как бы пробую, и где хорошо отклики идут, там, конечно, я уже задерживаюсь. Возраст я чаще всего ставлю свой. Примерно свой возраст 23-29. Но также у меня бывают периоды, когда хочется поработать с другими категориями. Вот я беру либо 30-39, либо 18-22. Моложе, конечно, я не беру, потому что у нас регистрации такие были, тем не менее они оказались пустыми. У меня команда из интернета. По теплому рынку я как-то еще не готова работать пока, хотя знаю, что это даже больше возможностей. Но пока еще я не созрела, наверное, для этого. Ради интереса я, кстати, пробовала делать рассылку по мужчинам. Сейчас вот в преддверии 8 марта очень актуально, потому что мы можем порекомендовать человеку сделать заказ на подарки для своих близких женщин. И тем самым человек активирует кабинет. Мужчины, кстати, намного больше откликов от них я получила. Очень много задавали вопросов, что, как, зачем, почему. Но до регистрации у меня дело не дошло, к сожалению, хотя двоим я форму отправляла. А теплого рынка что останавливает? Наверное, для меня, я думаю, что мне нужно сначала добиться более высокого уровня, чтобы уже конкретно человеку говорить не о перспективах, а о конкретных результатах. Потому что менеджер 9% – это все-таки еще пока не настолько большой уровень, какой хочется. Чтобы можно было уже человеку сказать не просто, что, может быть, у тебя будет в перспективе. А сказать так, что вот я директор, вот моя там зарплата официальная, и вот давай ты вместе со мной, допустим, я тебе буду помогать и так далее. Вот так вот. Потому что для меня это легче. Я изначально пробовала делать предложение своим там подружкам, но вот не знаю, Лиля, у меня такое, да, наверное, так решение, но тем не менее люди у меня никак не хотят отойти от этого, у всех отговорки, у всех я не могу, мне некогда и так далее. Поэтому я решила оставить их в покое, не настаивать, не дергаться этим, как говорится, не приставать. И когда уже будет результат, тогда просто я думаю, что они сами ко мне потянутся и сами будут у меня уже выспрашивать, что, как, и просить научиться. Мне кажется, вот для меня там проще. Собственно, все, что я, наверное, хотела сказать. Единственное, что напоследок я хочу сказать всем, чтобы вы верили в свою мечту. В команде сколько активных? В команде активных у меня уже достаточно много. человек, наверное, 10 есть. Кто-то у меня, правда, еще не размещал заказ, но они уже начали рекрутировать, и у них уже появились свои новички личные. Поэтому работают люди. Уровни у меня все есть до 9%, естественно, 6%, 3% вдохновляют результаты по холодному рынку, потому что так хочется. Мне очень приятно. Да, я стараюсь. Я смотрю тоже старших, конечно, и мне хочется тоже достигнуть больших результатов, особенно сейчас, когда я чувствую, что это возможно, что это не просто перспектива. Сейчас мы стали больше работать командой. Именно командой. Вот это вот самое главное. Тогда я работала, вот мы вдвоем с Аней как-то с Говорухой работали, она мне всегда помогала с самого начала, но у нас как-то вот почему-то не шло. Вот мы вроде бы пытались там с людьми как-то связываться, но они не выходили на связь. Сейчас мы стали более слаженно, как только у нас приходит регистрация, мы там регистрируем кабинет, свой человек активирует, и тут же ему звонит там или Аня, или Ольга, звонят и уже голосом как бы с ним работают. Вот эта вот связь с голосом, это, мне кажется, самое главное, потому что в интернете люди чаще всего думают, что это какой-то развод. А тут получается, когда человек слышит другого, да, знакомится, что мы не боимся себя там показать, мы не боимся, чтобы нас услышали, поэтому человек сразу начинает уже по-другому воспринимать работу. Вот, и мы его сразу же включаем в командные чаты, сразу даем видео Волковой смотреть обязательно. И что ли, голоса были не такие? Наверное, Аня, может быть, голоса такие были. Но на самом деле, да, для опыта надо. Я, кстати, уже сама пыталась тоже делать звонки, но я делала не первый звонок, как бы не сразу после регистрации, а уже через какое-то время, когда мне нужно было конкретно что-то у человека спросить, очень срочно, поэтому мне, как бы, приходилось тоже эти звонки делать. Ну, я, конечно, планирую их тоже научиться, чтобы не ждать, когда там менеджер позвонит, или директора, или еще кто-то, а уже само. Ну, растемте, планы, это все перспектива. Все будет, я думаю, было бы желание, а так все придет. Напоследок, я хочу сказать, ребята, верьте в свою мечту. Верьте, и не просто верьте, стремитесь. С полной отдачей работайте. Именно относитесь серьезно, если вы поставили свою цель какую-то, относитесь к этому серьезно, и тогда у вас обязательно все получится. Команда моя рекрутирует в основном вдруг вокруг. Ну, а девочка одна пришла ко мне, кстати, тоже у меня есть, да, девочка Юлия Федорова. Она была у нас весной, наверное, да, наверное, весной она у нас была, попробовала работать, у нее тоже ничего не вышло, она бросила. А тут мы уже и думать о ней забыли, она сама, Аня, пишет, хочу вернуться. И вот она вернулась, активно тоже в работу включилась, вот она единственная, наверное, кто у меня вдруг вокруг рекрутирует, ой, в одноклассниках рекрутирует. Остальные все у меня вдруг вокруг, наверное, потому что основная масса из друг вокруг, она идет у людей, кто с телефонов, только с телефонов сложно делать формы, сложно там как-то работать. А это такой более простой вариант, чтобы у них появились свои новички, чтобы они заметили, что это реально. Вот, наверное, все. Друзья, если есть вопросы еще к Вике, пишите, вообще шикарное выступление, просто молодец, такая бойкая, да, Вика, мы просим тебя почаще выступать, еще и прекрасно готовит Виктория, умничка, и знаешь, что еще и не ела сегодня, так готовилась к поступлению, что даже ничего не перекусила. Ребят, чем для вас было сейчас полезное выступление Вики, поделитесь, да, вот так проанализируйте, просто чем для вас полезно. Вы знаете, вот я, например, что для себя услышала, сначала я была в шоке, что Вика два года назад уже к нам пришла, и у нее не было результата, она бросила. И что очень понравилось, что она не вышла из чата, а следила, да, следила за нами, смотрела, что мы делаем, как, и все-таки это зажигает. Поэтому, ребят, я для себя сделала вывод, что нужно больше делиться информацией, выкладывать вообще не только о себе, даже если у вас нет результатов. Вы же все равно, ребят, находитесь в проекте «Карьера онлайн». Вы можете у себя на страничках выкладывать открыточки, которые мы делаем вашим коллегам же, поздравляем с новыми уровнями, поздравляем с первым шагом, с какими-нибудь достижениями. Мне кажется, это тоже очень круто работает, то, что у вас на страничке появятся какие-то яркие, интересные вещи, потому что людям не хватает такой-то тусовки, общения, чего-то, да, такого глобального. Потом, что очень важно, я вот для себя услышала, это стабильность. Я очень рада, Вика, что ты это поняла. Мне кажется, это важно для всех, потому что иногда люди вот потыкаются, поделают немножечко и, ну, бросают. А если мы начинаем анализировать, а что ты сделал на этой работе для того, чтобы у тебя получилось, выходит, что, оказывается, человек, в принципе, не делал. И мне всегда хочется задать один вопрос. Я его себе всегда сдаю. И чтобы каждый из вас спросил себя. Вот, ребят, представьте, что вы взяли на работу сами себя. Вот вы бы стали платить зарплату такому сотруднику? То есть, достаточно ли вы выкладываетесь? Делаете ли вы все по максимуму и стараетесь сделать качественно и даже больше, чем запланировали? Вот честно скажите, вы бы были рады такому сотруднику? Все ли вы делаете так, как, знаете, с точки зрения работодателя? Были бы ли вы довольны вот такой работой, таким отношением? Подумайте, это очень важный вопрос. Потому что многие люди говорят, что в Арифлэме нереально заработать. А почему? Просто потому, что они, может быть, попробовали, но не работали. А если работать, то, естественно, будут заработки, будут очень хорошие заработки. Что-то молчите. Ребят, плюсики поставьте или минусы. Стали бы вы себе платить зарплату за такую работу? Или надо подтянуться? Еще, да, получше сделать? Что-то такая тишина в чате. Вопрос. А теперь спроси себя, а что нужно еще сделать, чтобы быть с собой довольной? Если вы поставили минусы или пишете, подтянуться. А что с вашей точки зрения нужно улучшить? На чем поработать? Что делать больше, качественнее? На что акценты расставить? Вы знаете, я в последнее время очень много смотрю видео. Надежда. Ой, забыла, как фамилия. Девочки, подскажите. Я в чате скидываю почти каждый день какие-нибудь ролики. Я просто смотрю, я вижу, что человек пашет. Я восхищаюсь ее работоспособностью. Санникова, да, Надежда Санникова. И вы знаете, я просто восхищаюсь. И я думала, что я много работаю. Я думала, что я перерабатываю. Я послушала ее выступления, ее планерки, как она разговаривает с людьми. И я поняла, что я далеко не дорабатываю. А в чем разница, да? Она пашет, и у нее какой результат? Уже почти 8 веток. 6 веток, ребят. Это результат. То есть год назад на банкете еще год не прошло. Она была директором. А сейчас она уже бриллианты ведет. Открыла бриллианты или уже в процессе. И уже 7 и 8 ветку поднимает. Я считаю, вот это круто. Вот это самая мотивация, ответственность, работа над собой. Да, и воспитание людей тоже на таком вот уровне высоком. Не нянчится. Ни с кем нянчиться не нужно. Люди должны понимать, что это бизнес. И это ваш бизнес. То есть посерьезнее отношения. И когда вы будете людям звонить, ребят, не стесняйтесь. Вы работодатели. Вы себе команду набираете. Партнеров. Вы подбираете себе людей, с кем вы будете покорять вот эти высоты карьерной лестницы. Соответственно, вам нужна команда какая? Сильная, смелая, креативная, предприимчивая. Вот этого я хочу от вас добиться, получить. Что вы знаете, ребят, если вы делаете что-то, делаете из раза в раз, и вы видите, что нет результата. Значит, нужно что-то поменять, что-то улучшить или чему-то еще научиться. А может быть, освоить новый метод работы. Да, и саморазвитие, конечно же, стоит на первом месте. Вот. Ребят, какие есть вопросы у вас наболевшие? Давайте их обсудим. Я смотрю, у нас появились в комнате еще люди, добавили. Жалко, что вы были не сначала, потому что у нас было шикарное выступление от Виктории Белой. Дебют такой, знаете, мощный. Да, ребят, выдвигайте себя, свои кандидатуры. Если вы хотите выступить, поделиться чем-то, вы чувствуете, что вот у вас, да, накипела информация классная. Будем очень рады, мы поможем вам подготовиться, слайды сделать, план выступления набросать. То есть это настолько, мне кажется, интересно. Вот, Вика, напиши, пожалуйста, в чате твое сейчас впечатление от того, что ты сделала. Как ты себя чувствуешь, как ты ощущаешь, насколько ты вот сделал, да, вот как тебе нравится своя работа, что бы ты хотела, может быть, еще дополнить. Будем очень рады, потому что не зря говорят, что деньги лежат на сцене. И если вы выходите говорить, преодолеваете свои страхи, то чем чаще вы это будете делать, тем быстрее вы перестанете волноваться. С каждым разом у вас будет все увереннее происходить, волнения меньше и меньше. То есть вы будете уже рваться на сцену, потому что это очень здорово, когда есть что отдать, да, что рассказать. По поводу теплого рынка, вот меня тоже такой момент зацепил. Мне кажется, вот вы слушаете и смотрите, что многие люди говорят, что рекрутируют на теплом рынке и очень хорошие результаты. Но не все решают это сделать. Мне кажется, вы немножечко просто не понимаете фишки работы на теплом рынке. Вы ничего, в принципе, такого делать не должны. Вы только приглашаете людей на встречу к своему спонсору. Вика, например, ты приглашаешь своих знакомых на заработок, но не рассказываешь им о заработке сама. Ты знакомишь или с Аней Говорухой, своим высшестоящим спонсором, или с Олей Мальци. Вот эти люди имеют право рассказывать твоим близким, твоему списку знакомых, а ты нет. Пока нет. Вот действительно, пока у тебя нет такого высокого уровня, пока ты не говоришь. Хотя очень много историй есть в мире Арифлейм и наверняка в других командах, работающих методом сетевого маркетинга. Когда человек, знаете, загоревшись, просто загоревшись очень сильно идеей, даже толком не понимая нюансов, но поняв саму вот эту суть. Просто загоревшись идеей, человек идет к своим знакомым и зажигает их. Хотя у самого еще ноль, ноль вообще, уровень ноль. И все получается. То есть очень важно не включать мозг в свои страхи, стереотипы, а наоборот просто идти, отдавать и делать это энергично и уверенно. Я уверена, что у вас эмоции. То есть людям нужна уверенность, нужна эмоция, энтузиазм, такой драйв. Они за вами пойдут. Они за вами точно пойдут. Просто надо делать, брать и делать. Спасибо вам всем огромное за внимание. Вика, тебе еще раз отдельное спасибо. Я планирую тебя готовить на спикеры, на презентации, потому что я считаю, что ты будешь очень классным спикером. Речь четкая, воспринимать легко тебя очень. Говоришь бодро, супер просто. Спасибо огромное вам всем за внимание, за то, что вы развиваетесь, за то, что пришли на семинар. Да, Викуля, тебе прям спасибо от всей команды. Умничка. Ребят, желаю вам сегодня потрясающего завершения дня. И чтобы у нас уже неделя заканчивается. Смотрите, у нас получается, мы с Мишей уходим на семинар. Вот мы сегодня уходим уже к шести часам. Сейчас, минута. Пятнадцать часов. Ого. Тридцать минут. И мы будем заняты все выходные. Поэтому, ребят, будьте активными, поддерживайте активность в чате, чтобы там было живо, весело, интересно. Скидывайте туда информацию разную и о своем продвижении. Добавляйте новичков. Знаете, как, ну, драйв. Устройте там драйв, чтобы не было скучно. И тогда бизнес закипит, забурлит, и будет очень интересно и вам, и всем другим. Вот, поэтому просим поддержки, чтобы был как-то необнаженный такой чат. Мы, ну, мы до воскресенья вечера вернемся. Вот, вот так вот. Все, до встречи, ребят. Спасибо вам огромное всем. Вика, тебе отдельное спасибо. Пока-пока.